Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А какие у тебя сделки были? Было так много, что о них говорить бесполезно? Ну, я потихонечку распродавал свой портфель, когда вышли выше 3287. Естественно, распродал не все, потому что что-то добило, что-то не добило, но на проборе первой же поддержки я взял хеджевый шорт через фьючерс и ММВБ, поэтому, в принципе, бумажки в портфеле у меня чувствуют пока себя комфортно. Вернемся выше пробитых поддержек, шорт закрою, буду акции дальше держать. Я все-таки надеюсь, что, может быть, если и не весь рынок, то, по крайней мере, какие-то отдельные бумаги роста покажут. Ну, и на СБЕР тоже надежду никто не отменял. А на ТКС группу у тебя нет надежды никакой? Нет, там нет, там тренд пока вниз. Собственно говоря, сижу и жду, когда допадает куда-нибудь в район 2750-2850. Там можно, наверное, будет эту бумажку купить. Ну, а пока воздержусь. А, кстати говоря, Росфельхозбанк инвестиций дал апсайт 50% роста по акции ТКС группы. Ну, молодцы. Вот надо выяснить у того, кто эту рекомендацию давал. Он материально ответственное лицо или нет. Потому что, как говорится, 3D не мешки ворочат. Я могу дать любую рекомендацию, в принципе, и мне это ничего не будет стоить. Но, возможно, кроме репутационных рисков аналитики в брокерских компаниях, это люди, которые сидят на зарплате. И, соответственно, все их фантазии и анализы, они вот ровно на эту зарплату, собственно говоря. То есть, ну так, не огонь, я бы сказал, качество анализа у наемных аналитиков. Это прямо канал РДВ. Мы впереди этих брокеров и банков. Канал РДВ – это канал, который играет на человеческих страстях. Не будем вешать луги, но, короче, это примерно из той же оперы, только более низкая игра. Понятно. А вот ты будешь выступать на конференции 30-го числа старого трейда. Какая тема у тебя будет в выступлении? Тема будет об основных вещах, которые нужно использовать трейдеру для того, чтобы ее торговли, ну, как минимум, была не в минус. А если, в принципе, есть голова на плечах и дисциплина, то и в плюс она будет идти. Правила, в принципе, достаточно известные, все их знают, но никто почему-то их не применяет. Я это все скомпоную и доходчиво постараюсь до аудитории донести. Так что, ребята, приходите. А дегистрироваться можно на… Бесплатная, конечно, тема. Дегистрироваться можно у старого трейдера в Телеграм-канале. Найдете. Ну, у меня тоже есть ссылка висит в моем канале Телеграм. Ну, где-нибудь найдете ссылку дофига на эту конференцию. Правильно, Роман? Весь Телеграм полон ссылок. Тоже у меня есть какие-то ссылки. О, да, потому что тут не проблема найти ссылки. Вот. Проблема, наверное, будет доехать. Это же какой-то шоссе энтузиастов. Но ничего, поеду. А вот по поводу Сбербанка хотел с тобой поговорить. Тоже вчера накренился и стал падать. Сбербанк. Тут надо график открыть, чтобы не быть голословным. Давайте я это сделаю. Сбербанк не удержал свою поддержку. Ну, это локальная поддержка. Поэтому, наверное, я думаю, что про нее говорить смысла нет большого. Есть смысл говорить про поддержки текущие. Они у нас ближайшие на 292,8. Ну, в принципе, так себе поддержка. А основные у нас находятся на 289,1 и 288. Вот от этой зоны отбой надо в Сберии покупать. Если мы туда придем. И пока мы эту зону не пробили, в общем-то, нет никаких оснований считать, что тренд ростовой в Сберии закончился. То есть пока коррекция, если вы посмотрите на дневки, она вписывается в рамки обычной коррекции. Вот в том импульсе, в котором мы идем с 11 декабря 2023 года. Ну, собственно говоря, вот откуда-то отсюда можно вполне себе поехать и наверх. Пока что внушает опасения только индекс МОВБ, который в своей поддержке пробивает. А те бумаги, которые росли, они, в принципе, либо растут, либо незначительно скорректировались. Понятно. Вот Газпром тут не смог, он в марте пробить свой понижательный локальный тренд. Ну, Газпром от него, что ждать от Газпрома? У меня там 157,8 поддержка. Мы опять туда вернулись. В прошлый раз мы туда приходили 22 февраля. Ну, сейчас, в общем-то, решили месячную годовщину, месячину отпраздновать на тех же самых уровнях. Ну, тут опять-таки интрига вся та же. Пока мы от этой поддержки отбиваемся, есть смысл Газпром покупать. Он у меня в портфеле есть. Правда, за месяц ничего не получилось заработать. Ну, там, часть какую-то я скинул повыше. Но это, в принципе, все спекуляция и ничего. Но, может быть, в этот раз что-то с него можно будет поиметь. А вот если мы поддержку пробьем и закрепимся ниже, тогда Газпром буду продавать. Потому что следующая остановка там где-то в районе 150 уже будет. Вот ходят слухи, что Миллеры могут поменять и Сечина. Я только не могу понять, это позитив или негатив. Ну, не знаю. Я думаю, что для большинства инвесторов, по крайней мере, в Газпроме смена Миллера это какие-то новые ожидания, ну, как обычно, позитивные чего-то. Люди не понимают, что, в общем-то, не от менеджера зависит, так сказать, линия партии, линия предприятия Газпром в нашем случае, а как раз от линии партии. Какой бы менеджер ни пришел в Газпром, результаты улучшатся или ухудшатся в рамках просто волатильности обычной и зачетности. Вот поэтому, по факту, ничего, естественно, ждать хорошего не стоит, как и плохого. Но на ожиданиях котировки могут подрасти. А смена Сечина, ну, смена Сечина, она будет, скорее всего, означать для конспирологов какие-то, в общем-то, передвижения высших шоуных власти. А это гораздо более печальное событие, чем просто смена собственники в компании Роснефть. Она, в принципе, тоже работает нормально с Сечиным. И если его поменяют, это, конечно, будет воспринято, на мой взгляд, негативно не только для Роснефти, а вообще для всего рынка. Сургутей. Ну, а там что говорить, в принципе. Пока доллар растет, растет сургут. Доллар начинает падать, начинает падать сургут. Бумага идет вместе с долларом, а доллар зависит. И, собственно говоря, ее достаточно легко торговать. Просто поглядывая на график доллара и, собственно говоря, делая операцию сургутом. Ну, естественно, с поправкой на тренд на индексе МВБ. Кстати, насчет доллара. Злые языки говорят, что в мае после инаугурации рубль обрушится к долларам. Так они говорили, что сразу после инаугурации обрушится. Получилось, наоборот, обрушился доллар. Ну, не обрушился, конечно, а просто припал. Я уже говорил, я даже не хочу комментировать эти конспирологические теории. Просто я говорю, сейчас люди, которые так говорят, они не понимают абсолютно ничего в экономике. Они не понимают, какие нужны средства огромные для того, чтобы держать и рынок, и доллар. И с непонятной, главное, целью, непонятным результатом. Порадовать людей – это как-то странно и дорого. Порадовать людей можно концерт организовать на Красной площади. Будет гораздо более радостнее и стоит дешевле. Понятно. Есть какие-то варианты развития событий по доллару? Ну, есть пока. В общем-то, у меня генеральная линия – это развитие тренда вниз с максимумов недавних. Пока мы застряли в боковике. Скорее всего, боковик – это как раз вторая волна глобального даунтренда, который у нас уже начался. Вот сейчас мы ее закончим и поедем дальше вниз. Первая цель – 81, если он на 86, не задержимся. А вторая цель и основная пока – это где-то в районе 68-72. Ну, это так, глобально. Ну, я тебя спрашиваю, что если не глобально, то у нас все устареет, что мы с тобой говорим через секунду. Если, потому что какой-нибудь микропипсовик-затейник, он и сам знает туда-сюда, не глобально. Ну, что, смотрите наше видео, все устареет мгновенно. По поводу… Быстрее смотрите. По поводу голды, голды. У тебя есть цепь голда из 90-х? Оу-оу-оу-оу. У меня валюта достигает каких-то сопротивлений. По поводу голды. Ну, там, в принципе, пока ничего не меняется особо. Сейчас откроем график. Ох, тоже поменялось. Вот. Там мы пробили максимумы прошлого года. Точнее, исторические максимумы. Пробили сопротивление сильное на 2.156. Оно у нас. Ну, и вот это сопротивление мы сверху тестим. Сперва отбивались, потом начали пилить. Сегодня еще не дошли до него. Ну, посмотрим. В любом случае, если мы удержим сопротивление, вот эту поддержку, скорее всего, удержим, то мы как минимум обновим максимумы 8 марта. Вот. А в идеале доедем до своих целей. Локальных это 2.264 и 2.294. Ну, если поддержку пробьем, ну, можем сходить на 2.089 или на 2.066. Там находятся следующие сильные поддержки в золоте. А как-то сегодня Алексей Бачеров на моем платном канале выложил, что же, что-то посчитал, посчитал, и говорит, вот золото вниз поедет. Ну, так сказать, в рамках коррекции, конечно. Об этом весь год кричали все, что золото поедет вниз. Оно едет вверх. Потому что, на самом деле, в своей точке зрения, объективных причин для снижения золота нет. Ну, вот, может быть, сейчас будет коррекция. Коррекция. Она просто выросла слишком быстро. А так там тренд наверх, и конца ему и края нет пока. Нет, ну, Роман не кричал. И Андрей не кричал. Наоборот. Мы говорили, что надо хапать золото. Ты напрасно так говоришь, что все кричали. Я знаю. Я по 1610 предлагал убрать, когда только Бадель 3 принимали. Это уже было понятно, что сейчас начнется бурный... Ну, конечно, золото и бурный, это две вещи, не могущие стоять в одном предложении. Но с тех пор все равно все выросло неплохо. Да. Вот. Так что имейте в виду. Тут мы не облажались с Романом. Тут все четко. И я жду 2400, как минимум. А ты ждешь 2400 за унцию? Жду, жду. Я его еще жду. Хотя очень хорошая минералка. Ставропольский край. Рокада называется. Ставропольский край. Уже ли ты минералку рекламируешь? Я все товары Ставрополя рекламирую, как патриот Ставрополя. Наверное, потому что один из дедушек у меня был Донской Казак. Что-то вот оттуда у меня есть. Ставрополяк. А? Ставрополяк. А, да, да, да. Поэтому мне тянет все рекламировать Ставропольское. Ладно. Ну, это все лирика, конечно. По поводу то, что сейчас говорят золото, это интересно. А серебро это золото на стероидах. Покупайте лучше серебро. Твое мнение? Не знаю. Мы с тобой каждую передачу обсуждаем роль серебра. Мне это интересно. В рынке драгметалла серебро это не просто драгметалл, это еще и технический металл, который дофига где востребован. И спрос на именно этот его сегмент может очень серьезно влиять на тренд в серебре. Поэтому я всегда считаю, что надо быть проще. Если хочешь сохранять деньги в драгметаллах, надо покупать золото. Ни платину, ни серебро, ни какой-нибудь там вольфрам, рубидий и так далее. Надо покупать золото. Это старая добрая ценность. Если хочешь покупать крипту, надо покупать биткоин. Если хочешь покупать российские акции, надо покупать Сбербанк. Всегда есть какой-то яркий флагман, который, можно сказать, тянет лямку за всех, отдувается за всех и имеет бету больше рыночной. Все остальное это чисто так, чтобы разбавить время свободное и, может быть, диверсифицировать портфель. Кто как этот смысл для себя понимает. Ну вот сейчас, кстати, говорят аналитики, фонарь правды у меня есть, аналитики говорят, что, может быть, эфир-то обгонит в динамике биткоин после коррекции. Причем наш эфир обгонит по динамике биткоина. Сегодняшний. Не знаю, я к эфиру тоже хорошо отношусь, но для меня, я уже много раз это говорил, рынок криптовалюты – это как сериал «Горец». Там в конце должен остаться только один. И этот один – это как раз биткоин и есть, потому что это, в принципе, мерило отсчет. Это то, с чего, в общем-то, крипторынок и пошел. Какой он там – никакой. Но, по крайней мере, самая длинная цепочка. Именно у битка. Эфир – это все-таки для гиков, это для людей, которым надо разбираться, что такое смарт-контракты, как они там могут в будущем себя показать и так далее. Да, вот у эфира есть еще и техническая составляющая, которую тоже достаточно трудно оценить человеку неподготовленному. Ну, пускай этим гики занимаются, а я буду биткоин покупать. Да, но есть же другие хорошие валюты. Вот Маск сказал, что те, кто купит Теслу и Доккоин, может быть, прилетит в космос. Есть, а есть, а есть валюты Замбии. Вот, там через 30 лет вообще будет рай на земле. Ну, так и что? Зачем покупать всякую хрень, непонятно. Замбия может выстрелить, а может не выстрелит. А биткоин, он уже выстрелил, ему ничего, никому доказывать не надо. Ну, хочется в космос полететь, на халяву, нет? Задуматься. Тут вопрос любви к риску. На 5% в портфеле можно иметь что угодно. Хоть там, не знаю, кокаин в брикетах. Вот, главное, чтобы в цене росло, но не более 5%. По поводу биткоина, он подается теханализу? Да, очень хорошо подается теханализу. Последний год прям ходит как по нотам. Можете посмотреть мои обзоры еженедельные. А, кстати говоря, все, наверное, знают, что у Романа есть телеграм-канал, а ссылочка лежит в описании. То есть ты сейчас по-прежнему держишь биткоин? Я половину сдал, уже говорил на обновление исторических максимумов. Это была позиция, которую я набирал прилюдно по 16 тысяч. Ну, вторую половину держу. До 82 мы должны доехать. Я думаю, что сейчас коррекция уже близка к завершению в битке. Даже, может, что-то и прикуплю себе опять немножко. Но стратегическую позу я буду держать до 82, потому что дальше уже непонятно, будет рост, дальше не будет. Он, наверное, будет, но вполне возможно, будет большая коррекция. А так, в принципе, цели у нас было две. Это перехай из Тхая и 82. Первая выполнена, половина позиций закрыта. Вторая половина не выполнена. Ну, сидим, ждем, пока выполнится. Роман, большое спасибо за интересное интервью. Всегда рад. Субтитры сделал DimaTorzok